Я приветствую вас, дорогие мои друзья, вы на канале Тарванджил Планет. У нас сегодня расклад на трех колодах, расклад для женщин. Очень много вопросов в последнее время поступает, вернется ли он ко мне, да, про какого-то бывшего. Может быть, еще не так далеко ушли друг от друга, может быть, это не конец, а такая затянувшаяся пауза. Расклад проиграется в общей сложности, он не будет погружен в какие-то мелочи или в частности. Кому-то может откликнуться, кому-то нет, но в общем и целом он будет проигран. Может быть, не у всех он именно так проиграется, как надо. Выбираем колоды. Полнолуние, романтика и средневековые драконы. И начнем сейчас смотреть. Выбрали колоду, сосредоточились и задумали свой вопрос, загадали. Пока я рассказываю о том, о чем будет расклад, не забудьте поставить лайк, подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить. Мои следующие видео. Что мы будем смотреть на раскладе? Отношения, вот прямо сейчас, отношения партнера к вам. Жалеет ли он, что покинул вас? Есть ли у него желание вернуться? Вероятность возобновления отношений. Может быть, он вас захочет вернуть? И стоит ли ждать или пойти дальше? Обо всем об этом мы сейчас посмотрим. Итак, кто выбрал колоду номер один? Смотрим отношения партнера. Прямо сейчас какое отношение? Прямо сейчас хорошее отношение, но вы были вот добычей, да? Человек-рыбак-охотник, он вас вот как рыбу поймал на крючок и был таков. Ну, тут хитрое, конечно, отношение. Был момент того, что он использовал. Вот он такой котик черный, наслаждается луной. Хитро поступил, хитрые отношения. Были свои скрытые мотивы, которые он реализовал. Он считает себя победителем вот в отношениях и потому, что он ушел. Давайте посмотрим, жалеет ли он, что покинул. Ну, тут третий лишний был. Треугольник любовный пошел, то есть он перебежал, значит, к другой женщине. Жалость. Есть ли по этой карте? Нету жалости по этой карте. Там новая романтика, новая любовь, новые подвиги. Лилии, они с одной стороны хорошие цветы, но с другой стороны они символ, такой знак, что вот они белые и мы прощаемся с прошлой жизнью, чтобы начать новую. То есть тут вот не о жалости. Но я смотрю, он еще и защищается. Отстаньте от меня, я сам решу все свои вопросы. Посмотрим, есть ли у него желание вернуться к вам. Ну, есть желание письмо как минимум написать. И осмысление отношений у него есть, но это, видимо, с тем учетом, что тут треугольник стоит. И в треугольнике человек понимает, что тут одно и то же. Есть как бы вот такое перерождение в отношениях, поэтому и защищается. Он не хочет признавать, что он вот тут был неправ. Он очень много времени это осознавал, еще будет осознавать, скажем так, время сейчас не на вашей стороне. Чтобы осознать какие-то желания, что он был неправ, надо много времени. Посмотрим, захочет ли он вернуть вас. Запутался. Да и траты на вас нужны, что-то тратиться не хочется. Хитрец. Опять идет хитрец. Опять он хитрый, как лисица. То есть, если я захочу вернуться, то с какой-то выгодой. Не просто так. Давайте посмотрим на вероятность возобновления отношений. Вероятность возобновления отношений есть. Мирное примирение может произойти. Стоит ли вам ждать? Ну, вам говорят, лучше не стоит. У вас и так измученное, израненное, разбитое сердце. У вас есть новые возможности. В принципе, конечно, выбор за вами. Тут человек что-то осознает. Но с учетом того, что он все равно хочет с выгодой эти отношения восстанавливать, тут я бы сказала, надо как следует подумать. Хотя новые перспективы не хуже, чем вот это возобновление. Но вы все равно, смотрите, с ним будете терять. Он как сорока-ворона. Сорока-воровка и лисица, и ворона с ним. Без него, без бывшего. Без бывшего, да. Тут, конечно, открыты дороги, но трудности ждут. Без бывшего. Новая встреча, новое знакомство, новая любовь, новое кольцо. Новый перстень. В принципе, тут хороший расклад. Он проигрывается, как и старые возможности есть, и новые возможности будут открыты. Для тех, кто выбрал колоду номер два, смотрим, вернется ли он. Отношения партнера, смотрим. С одной стороны, есть меркантильные отношения, а с другой стороны, есть все-таки отсутствие любви какой-то сейчас. То есть отношения были меркантильными, они были такие зависимые. Сейчас страдание идет в этих отношениях. Давайте смотрим, жалеет ли он, что он вас покинул. Ну, тут особо, конечно, не до жалости, потому что его силы и амбиции, ну, как бы вот доказать вам, что он может, что он сможет быть сильнее и вас победить. Если у него желание вернуться, ну, он тут других женщин ищет, тут тоже он, как вот и в первом раскладе мы смотрели, в первой колоде, как бы вот защищается, вот его щит лежит, он тут красуется перед другими женщинами. И к тому же вы для него тоже сильной женщиной оказались, а чтобы себе найти женщину, которая им будет восхищаться, надо вот простушек вот искать по этой карте, которые попроще и будут восхищаться, какой он есть, чтобы вам не пришлось доказывать свою материальную благосостоятельность, потому что вы оказались сильнее его или больше зарабатывали, и это вот прям по его эго бьет. Давайте посмотрим, захочет ли он вернуть вас. Ну, у него есть такое желание, по крайней мере, у него есть такие мысли, что неплохо было бы остепениться, официальный брак, идти вместе за мечтой, вероятность возобновления отношений у вас тут есть. По крайней мере, общение, кокетство, жеманничество, так как он хочет все-таки остепениться, свой дом он хочет построить. Стоит ли ждать его? Ну, тут показывают, да, что есть любовь, вы, конечно, разные. Стоит ждать, но вот надо осознать какую-то свою обиду, то, из-за чего он не проявляется. Ну, он, конечно, предатель. Ну, тут еще предатель, он единожды предал, хотя вы его любите. Тут больше ему нужна стабильность, и чтобы его никто не трогал. А вам нужна любовь, и чтобы мужчина много зарабатывал. И получается, что если он вашим критериям не будет соответствовать, он не будет тянуть и будет, так сказать, постоянно предавать в каких-либо мелочах. Стоит ли возобновлять с ним отношения? Ну, не особо, конечно. Если его ждать, то получается, что он опять будет поступать так же, как поступал. Возобновление отношений, вернется ли он? Тут есть возможность возврата. Есть возможность, но ненадолго, еще раз проиграть этот сценарий, что удостовериться, что друг к другу люди могут не подойти. Или если человек, там, ваш партнер будет готов над собой работать и, ну, так сказать, оценить, что его простили, больше не предавать или косяков каких-либо не совершать. Кто выбрал колоду номер 3? Смотрим, вернется ли он к вам. Смотрим, как всегда, отношения партнера к вам сейчас. Ну, что-то он, конечно, там в облаках витает. Так, что у нас тут выпало? Само просится, само вывалилось из колоды. Ну, правосудие. Нет, наконец-то я могу с тобой все точки над и поставить и позволить себе идти, мечтать, в облаках витать. Давайте посмотрим, жалеет ли он, что покинул вас. Ну, если только по какой-то своей наивности он жалеет. Он точно не жалеет, что он, наконец-то, может делать, что он хочет. По какой-то такой неосознанности, по детским стратегиям, что вот я к жизни не приспособлен, но ладно, буду приспосабливаться. Он не расстраивается, будет учиться жить без вас. Есть ли у него желание вернуться? Есть желание вернуться. Он чего-то хочет, но как это сделать, не понимает. Есть у него желание прийти к какому-то компромиссу, потому что вот стремление такое есть у него. Куда-то все-таки его мечты ведут. Вот тут тоже, так скажем, стремление его оправдываются. Как бы не с вами он должен бороться, а сам с собой. Вот его сомнения. Давайте посмотрим, захочет ли он вернуть вас. Смотрим. Ну, тут дороги, двери закрыты. Сам он точно ничего не будет делать. Я вернуть не хочу. Я всех предал, всех ушел. Тут тоже карта предательства идет. Как бы вот женщина пострадала, назначь лежит, он уходит. Там вот мужчины привязаны. То есть он всех ограничил, всем плохо сделал. Все из него пострадали. Только он один имел счастье уйти. Ну, может быть, или дома сидит, или так вот ничего не хочет. Да, действительно, он думает, куда ему дальше стремиться, куда дальше идти. В любом случае в его стремлениях сейчас есть бизнес, перспектива, работа. Он не признает, что он не прав. Вернуть вас не захочет. Вероятность возобновления отношений может прийти, выйти навстречу, если вы пойдете ему навстречу. Вероятность возобновления отношений идет все-таки через ваш канал. Стоит ли ждать или пойти дальше? Смотрим. Ждать. Вы и так ждете, неосознанно, но ждете. Вы сами себе не позволяете жить, пока ждете. Пока ждете, пока он там проявится. Ну, он сам себе хозяин сейчас. И он пока не докажет, чего он в жизни стоит. Он как бы вам сейчас и не пригодится. Он может вернуться, но опять с той же голой попой, с которой ушел. С теми же обидами, с той же рефлексией. Как бы вы не потянете опять. Вот это все. Есть возврат, если вы пойдете ему навстречу. И вот опять весь дом будет на вас. Придаст ли он еще раз? Давайте посмотрим. Ну, вообще показываю, да. Еще раз придаст. Ставь лайк. Подписывайся в комментариях. Пишите. Принимаю с благодарностью. А я вас жду на личных раскладах, консультациях для ваших индивидуальных разборов, на вашу отдельную персональную ситуацию. Ссылка в описании канала есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова